Союз, ну, не логично, да? Томара! Сегодня возмущает, я так понимаю, да, наверное? Конечно возмущает, мы не хотим, мы не знаем, у нас директор, нам зарплату также выплачивают. На сегодняшний день может ситуация произойти таким образом, что действительно они наберут новых людей, а вас сейчас, чтобы замять этот конфликт, пригласят, а потом каким-то образом, как людей неугодных и как люди, которые... Ну, не больно кто хочет, в дворники, в технические, в рации. Ну, это понятно, но тем не менее, вы видите, это позиция вашего руководства, то есть какого руководства? Подрядчиков. Нет, в кавычках, вот, вашего руководства сегодня одно, это вот Погорелова, потом Русняк и Конегина, все. Так у нас Юлия Владимировна написала письмо, что отдайте нам трудовые книжки наших рабочих, ни ответа, ни привета нет. А там, что самое интересное, в отделе кадров, она сейчас начальник, директор СЖКС-3, его племянница, и она сидит в отделе кадров. С нашими книжками могут сделать все, что хотят. В печати затереть, она сидит, она же хозяйка, и она сейчас стала директор СЖКС-3, ее мазиту поставила. Когда пришел Мазитов, я была в отпуске, я не могла получить свои отпускные. Когда пришел Мазитов, при Морозове у нас такого не было. Вчера получилось как, утром мы не успели выйти на работу, приехал директор Чернов, он представился, что он директор СЖКС-2. Что как, агитируют они нас, что в итоге мы остаемся на работе. Сегодня мы вышли на работу, у нас на всех домах, абсолютно на всех, расклеено объявление, что все дома с 1 января обслуживаются компанией СЖКС-2, директором Чернатовым. На самом деле обслуживаем дома мы, СЖКС-2, как мы обслуживали, так мы и работаем. У них еще не людей нет, у нас начальник Погорелова. Я хочу сказать то, что позицию Егера и Франца, они выбрали такую позицию, вот два директора дерутся, кто кого победит, с тем они останутся и работают. А рабочие наплевать. Они из Мазитова, в Мазитовской конференции участвуют. Это ни Погорелова, ни Каныкина войну, мы не пошли на Мазитову, все здесьным путем решалось. А то, что рабочие здесь наплевать. Ну то, что рабочие, так вот, рабочие как раз-таки и здесь, и сегодня вы должны показать свою волю. Вы ее показываете, вы сегодня ее уже проявляете. Мы уже давно сказали, что мы остаемся, допустим, со своим директором, давно им сказали. Во-первых, они давят на психику директора, на психику рабочим, сейчас разучили. Все это отражается, наверное, все-таки на климате, который, да? Конечно, да. И в нашу зону ввозят на скорую помощь из нашего кабинета. Потому что они поднялись, на стороне, на нервы, все на нервы. Это уже другой вопрос. Микро и суток у Василия. Вывесили объявление, с 1 января якобы работают те. Договора подписывают, да? Да, а хотя работают мы с рабочими. Мы как работаем, так и продолжаем работать. Зачем вот этот обман? Они сегодня действуют с позиции поддержки сегодня местной, видите, администрации. То есть они считают, что они власть, они могут поступать как угодно. Зачем нам вот это рукомойство нужно? Так вот, о чем мы и разговор сегодня. На сегодняшний день эти проблемы в рамках хозяйствующих субъектов, говоря уже, решаться должны совершенно в другом ключе. Они не таким образом, когда вероломно просто-напросто происходит захват сегодня документации. Возвращение 90-х годов начинается. Посмотрели фильмы про япончик и начинается захват и бандиты. Вот, вас уже нету. Вас поставили на грань, то есть выбирать или-или. Давайте вот, приходите. А он зашел прямо один и говорит, все, или переходите, или увольняетесь. Поэтому сегодня садиться даже за стол с той же Коныгиной и обсудить эти вопросы за столом переговоров. Это ниже ихнего достоинства. Ниже достоинства. Понимаете как? Не хотят разговаривать даже. Не говоря уже о том, чтобы прийти в коллектив и с коллективом поработать. Сегодня, если у вас есть возможность, вы еще пока пытаетесь отстоять свой интерес. Но мы не знаем, что будет завтра. Понимаете как? Если сегодня элементарно попираются ваши интересы, то не исключено, что завтра начнутся откровенно нарушаться ваши права. Вот поэтому сегодня это все и возмущает. И мы надеемся, что все-таки мы будем услышаны всеми, скажем так, заинтересованными лицами, структурами. И, значит, данный конфликт будет как-то начать разрешаться в более-менее цивилизованном русле для того, чтобы как-то, в первую очередь, обезопасить ваши интересы. Это самое главное. Они делают все для того, чтобы вас запугать. Вот и все. Понимаете как? То есть при всем... Мы сделаем шаг вперед, назад мы отступать не собираемся. Все, вот на этом давайте и закончим. Поэтому русская маржина назад не повернешь. Не морду, не трогай. А ты попалкай. Ну все, до свидания. Все. Спасибо. Спасибо.